Всем привет! Вы на канале Семен и Чемоданах и мы в Субсехе! Ребятки, посмотрите, какие красоты открываются. Это мы уже едем в Субсехе, в самом просто вдоль берега, чтобы попасть на самый клевый пляж, который так и взрывает инстаграм и различные паблики. Вот такая дорога уходит в гору, ну а потом нам придется преодолеть еще вниз порядка 800 ступенек. Здесь, кстати, вот так вот есть такие карманы, где можно остановиться на машине и с прекрасным видом, например, пожарить шашлык. Классно! И немноголюдно, конечно. Да, вот сейчас идет такой достаточно приличный подъем в гору. Там находится смотровая площадка. Вот это мы забираемся. Посмотрите, какие виды и как мы высоко уже на машине. Оп-оп! Да, виды тут, гляньте, какие огненные. Здесь вся Анапа вот так вот на ладони. Огонь! Так, а видите вон тот крест на горе? Мы сейчас с вами туда отправимся. Ребята, на въезде или на выезде в Супсех есть на горе вот такой вот крест. Да. Это смотровая площадка, поэтому мы сюда сейчас тоже заедем и посмотрим, какие виды отсюда открываются. Ууууу, вот это вид! Да, ребята, посмотрите, в какую красоту мы забрались. Прямо сейчас отсюда будет классный пролет. Сюда привозят вот так вот на туристических автобусах экскурсии в местные. Вот, ну а мы сами. Видите, здесь есть русские колокола. Руками трогать нельзя, снимать, фотографировать можно. Интересная такая, видите, лавка. И вот он большой, огромный крест, да, виды мощнейшие. Здесь еще дополнительно можно посмотреть вот в такой бинокль. Так, ну отсюда одно, да, смотрится, конечно. Давайте мы сейчас прям кружок здесь сделаем на квадрокоптере. Ах, какой кайф. Ладно, давайте пролетим и дальше пойдемте изучать субсях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот отсюда, с парковки, да, она получается сейчас предстоит с детьми, с беременной Настенькой пройти, ну как написано в разных источниках, 800 ступенек вниз. Море, конечно, цвет моря, там, да, клевый сверху. Вон, люди плескаются, мотик, да, смотрится огонь. И вон она пошла лестница, вон оттуда. Пойдемте. Я не знаю, это виды. Ну, возможно, части похожи даже на фиолент. Кто бывал в Крыму на фиоленте, напишите в комментах, похоже, нет. Ну, что такое, так же отвес, да. Классно. Здесь шикарно проводить закат в карманах, которые я вам показывал автомобильные. Видите, раньше тоже проезжали машины, поставили столбики, теперь нет. Пока только сюда вот можно заехать. Но, судя по тачкам, людей сегодня-то мало. Но мы когда ехали, очень много людей сюда идут пешком. Вот у кого-то домик. В таком месте. Ну, правда, пока до моря дойдешь, одуреешь. Зато вид. Зато, ребята, вид. Вот вам немножко покажу эту лесенку. Вот. И куда ты еще дальше вниз? Вот мне многие пишут, что я издеваюсь над женой Настенькой. Скажи людям, что ты сама. Ты издеваешься. Что ты сама издеваешься над нами. Это Настяна инициатива была. Она сюда. Ладно, шутка. Нет, все делается вообще обоюдно. Мы идем очень медленно. Передышками вообще для беременности. Это очень полезно. Вот так вот ходить, ходить, ходить. Много ходить. Вот. Ну, вообще, я угораю. Я Настенька беру. Если тебе сейчас понравится, спустимся. Поднимемся. Если тебе прям зайдет, мы можем чуть дальше пройти. Там еще один спуск. Есть 400 ступенек. Да? Ой, ребята, посмотрите. Ну, реально, вот как в Крыму. Вот стыж вы на этих горах. Вот так вот яхты стоят. Катера. Красотища. Вот эти обрывы. Ой, какой кайф, а? Да, самое главное, когда туда спустимся, обязательно не скупнуться. О, с детками совсем маленькими. Ух, вот тут уже начинается ограждение. За него мы заходить не будем. Вот она смотровая. Вот это красотища, красотища. Мам, море-то мальчик с мамой. Мам, море-то мальчик с мамой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Самое главное сейчас просто зайти в море, окунуться, да, что не сделаешь ради таких видов. Огонь. А вот там вот где-то дальше есть лестница, где 400 ступенек. Вопрос только где. Да, вот Настенька говорит, что не стоит этот спуск того, потому что пляж вот в таком состоянии. Ну просто, да, он дикий, плюс еще дикие люди срут везде. Вот, поэтому заход здесь в море, он тоже такой каменистый, все в водорослях. Сейчас, конечно, давайте с вами все посмотрим, прощупаем, проверим. Но я не думаю, что будет здесь какой-то хороший заход. Так, детвора уже испытывает. Темка вон с трубкой плавает. Но я, конечно, ожидал здесь увидеть такую чистую-чистую водицу. А получается, что нет, здесь водица грязная. Но окунуться нужно, причем плавают огромные медузы. Пакеты. Пакет. Да, грязновато. Не знаю, кто любит этот пляж, напишите в комментах, бывает ли здесь чистая вода. Мы купались на Утрише, на Большом. Там хоть и заход такой же, даже отчасти похуже, но вода там была прозрачная, несмотря на то, что людей было очень много. А здесь людей нету, грязь сплошная. Ну, я расстроился, если честно. Мне обидно за природу, что вот так вот тут. Ну, ребята, это будет самое крутое у нас с вами купание, потому что из-за вот этого всего я не хочу заходить дальше. Поэтому мы будем с вами вот так вот окунаться. Просто на берегу. А теперь нырнем. Вот как-то так. Это, я говорю, самое жесткое купание на нашем канале. Столько вот это место показывают в различных пабликах, делают такие снимки, и никто почему-то не показывает реальность, как здесь. И вот мы сейчас пришли, я вам показал. И обидно, что люди реально, вот они смотрят в каких-то пабликах, да, какие-то видео как приукрашивают. Идут столько ступенек и попадают вот-вот так вот, где валяются доски, где очень много мусора, где валяются пачки от майонезов, я тут видаю. Короче, куча мусора. И хорошо хотя бы, знаете как, нету запахов туалетных, да, на сегодня? И заход в море я вот вообще не встречал, чтобы здесь кто-то показал, какой здесь заход в море. А заход здесь, сами видели, мы с вами рискнулись, он ужасный. Подскальзывающийся, все ноги отбитые, прибитые. Особенно на сеньки заходить. Вот такие дела. Но, но, место действительно классное, энергетически сильное, потому что здесь дикие пляжи. Здесь, посмотрите, будет прекрасный закат. Нет людей так много. Можно найти себе уединенное место, если пойти туда, дальше. Вот если вы видите, вот тут один сидит, там один сидит, там дальше еще один, и все. Берег получается пустой. В этом плане классно. Здесь постоянно дельфины, потому что стоит сетка очень близко у моряков, они вон там рыбу достают, и вот как на ладони они плавают. Но вот в состоянии пляжной линии, конечно, хотелось бы лучшего. И хотелось бы, конечно, знаете как, побольше правды видеть, когда думаешь сходить, преодолеть 800 ступенек, еще по разбитой дороге такой на машине. А приходишь, и такая музыка. Та-да-да-да. Вот. Такие дела. Может быть, уже и бывает здесь чисто. Может быть, может быть. Ну да, но просто... Возможно, возможные палки с штормом нанесли. Ну просто сам факт, что у людей это отпуск короткий, они приезжают, хотят пойти просто. Я говорю, не встречал, чтобы люди вот показывали вот как есть. Не, ну вот в Крыму, например, подобные пляжи, как, да, горные? Да. Осили, там, яшмовые, на какое мы еще спускались, тоже много далеко. И там шикарно. Абаунти, например, да, вот недавно ребята снимали, тоже показывали. Там Вайда вообще, там просто ради этого готов-то преодолеть этот дискуссий, подъем. А здесь, получается, как бы все равно нет такой чистоты, красоты, как там. Ну, потому что делают цветокоррекцию и выставляют, как будто здесь море такое же, как в Крыму. Ну, как бы это не так. . . . . Субтитры делал DimaTorzok Подъем по этой лестнике, вот Настенька, она ссла, свои эмоции. Настена. Блин, это сложно. Вообще, как из лайфхаков, ходите сюда на закате и поднимайтесь тоже на закате. Либо на рассвете и поднимайтесь на закате. Да, в солнце, мы спускались в солнце тяжко, и хорошо, что мы досидели до того момента, как солнце начнет падать в море, и поднялись. Вот теперь, ребята, я готов вам сказать до завтра. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока!